Всем доброго дня! Вы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас обзор народного мотоцикла малокубатурного Рейсер РС-150. Давайте познакомимся с ним поближе. Почему же все-таки народный? Да потому что этот мотоцикл несет в себе все нужные и необходимые качества для эксплуатации по территории Российской Федерации. Какими же характеристиками должен обладать настоящий мотоцикл, который будет эксплуатироваться ежедневно и в селе, и по дорогам общего пользования в разных критических условиях? Рейсер РС-150 это уже не первое поколение легкого малокубатурного мотоцикла 4-х тактного. На механике. Давайте посмотрим, что он из себя представляет, какие у него плюсы. Вот видно даже и слышно, как работает мягко и грамотно Липановский двигатель. Кстати, нужно сказать о том, что производитель город Барнаул, они заявляют себя производителем. Ну, отчасти это можно сказать, что и так и есть. Рама российская. Все железные дополнительные навесные оборудования, дополнительные все российского производства. Багажники, защита ног, дуги, багажник передний, боковые подножки, все это из российского металла. Также задний маятник, то есть тяжелые железные детали, все выполнены из российского металла. Двигатель очень качественный. Это LeFan. Мотор 4-х тактный с раздельной системой смазки. Питает его карбюратор. Механика. Пятиступенчатая. Первая вниз, остальные вверх. Классический вариант. Двигатель укомплектован электростартером. Аккумулятор идет в комплекте. Семиамперный, заливной. Также альтернативная система. Кикстартер имеется. Далее. Задняя подвеска. Подвеска маятниковая. На больших соленблоках. Мощный маятник. Амортизаторы. Достаточно приличные. 100 кг каждого грузоподъемность. Общая максимальная грузоподъемность. Эта техника. 200 кг. Далее. Усилитель. Боковый багажников. Багажники складные. Не очень легко. Но. Все же победить можно. Можно положить ручную кладь. Либо удобно ставить ногу. Чуть ли не две. Фактически. Вот это прямое назначение. Что касается шинов дисков. Шины здесь жирные. Высокие пятаковые. Для пересеченной местности. Очень хорошо подходит. Для грунта. Грязи. Также можно эксплуатировать по дорогам общего пользования. Никаких вопросов нет. Но при большой скорости к 100 км в час после 80 км в час есть ощущение, что шинка нагревается. Особенно при больших плюсовых температурах. Порядка 30 градусов. Такое, как пластилин становится. Плавает он. Это есть. На багажнике защита поворотников. Поворотники мягкие, противоударные. Здесь аккуратненький на крыле брызговичок. Большой стоп. Хороший емкий длинный глушитель. Большой бак. Заметили? Новый окрас. Хаки. Композиционный. Сейчас очень модно. Достаточно хорошо сделан. Вопросов к покраске особо не возникает. Боковины. Все с ключа закрывается. Тоже очень удобно. Подножка стала очень красивой. Интерьерной. Это заимствовано с лифаном. Хорошая информативная широкая панель.